Здарова! С вами Настольный Сюр, и сегодня мы с вами будем несколько творчески и немножко воинственно реализовывать себя в настольной игре React. React — это дуэльная настольная игра, где в противостоянии участвуют представители различных творческих профессий. Вообще, пока физической коробки React не существует, и потому сегодня на обзоре у меня, ну, официальная PNP-версия. Хорошая, качественная, но всё же самодельная, и у вас всё будет круче. Но я давайте всё равно покажу, что вы найдёте в своей коробке. А именно, игровое поле. Оно будет побольше, ибо вот эти две области будут его частью. Жетоны. У меня акриловые, а у вас будут из плотного картона. Огромные пластиковые стенди персонажей. Вот они похожи на финальный вариант. Такие же немаленькие стенди всевозможных помощников персонажей. Различные карты, действий персонажей и шедевров. Большие карты памятки и сетапа для каждого персонажа. Плюс уникальные элементы для некоторых героев. Тайлы и кубики. В начале игры вы выбираете одного из персонажей. Все они очень разные, и стиль игры у каждого отличается. Настолько, что, например, вот этот персонаж оперирует кубиками, вместо карт. Выбрав героя, вы получаете его персональную двустороннюю карту. Три карты шедевра, его персональную колоду и, конечно же, его стенди с его помощниками. От персонажа к персонажу состав немножко меняется, но в целом комплект будет такой. Первое, что стоит прояснить, в реакте нету каких-то универсальных действий. Перемещения, атаки или защиты. Все они находятся в картах. В вашей колоде и на вашем персонаже. Карт в колоде у персонажа в среднем 30 штук. И там, опять-таки, в среднем 4 вида уникальных карт. Две синие и две оранжевые. Ну и каждый примерно по 7-8 копий. Плюс уникальные действия есть на карте вашего персонажа. И на картах ваших помощников. Персонаж в начале игры выставляется вот тут. И в игре важно, как герой расположен. Прямо или повернуто. Да, в реакте мы экзостим, то есть поворачиваем на 90 градусов, не карточки, как обычно, а персонажей. Собственно, возвращаемся к нашим картам. Синие — это карты, инициирующие действия. Это карты намерений. Разыграв такую, вы выкладываете ее вот сюда. И если карта подразумевает какое-то направление или взаимодействие на конкретную точку, то мы или поворачиваем вот этот жетончик в нужную сторону, или выкладываем его на поле. Дальше вступают в игру оранжевые карты. Карты реакций. Противник после нашей синей может вот сюда выложить свою оранжевую. После него мы тоже можем выложить оранжевую. И так суммарно не больше пяти карт. И да, если противник не хочет выкладывать карту, вы сами можете выложить еще одну. Когда все игроки спасают, мы начинаем отыгрывать эффекты карт в обратном порядке. И вполне вероятной ситуации, что вы оказались в той точке, которую и били. И сами себе нанесли урон. Что ж, бывает. Как правило, до пяти карт вы будете доводить крайне редко. Потому что добираете вы всего по одной в начале каждого хода каждого игрока. И если колода закончится, то вы проиграли. Короче, активно спамить картами вы не будете. Я несколько забежал вперед, рассказывая вам основной движок игры. Но вообще структура раунда следующая. Сначала вы взаимодействуете с шедевром. Сейчас попозже к нему вернемся. Потом оба игрока берут по одной карте. Дальше играете синие карты, а затем оранжевые. И в конце после отыгрываете все эффекты, разворачиваете всех повернутых персонажей и передаете ход. Ну и да, про все, кроме шедевра, я уже рассказал. Давайте к нему. Шедевры — это и ваше здоровье. Ведь получая урон, вы поворачиваете одну из карт шедевра на черно-белую сторону. Повернули все три, и вы немножечко тоже проиграли. А во-вторых, шедевр — это небольшая игра в игре. В начале своего хода вы выкладываете одну свою любую карту шедевра в специальную зону на пять карт. Ваша цель — постепенно выложить в нужной последовательности все свои три карты. И как вы могли догадаться, у нас на двух игроков шесть карт. Шесть. А мест всего пять. Если места уже нет, вы можете убрать карту противника и положить свою. Плюс вы можете поменять две свои карты местами, если все три карты на поле. И это мы все делаем, чтобы наш шедевр сложился в единую картину. Как только это происходит, мы переворачиваем свою карту персонажа усиленной версией, что открывает нам новую возможность. Карты шедевра после этого возвращаются к вам в запас, что облегчает для вашего оппонента возможность собрать свой. И да, черно-белые части шедевра работают точно так же. Это просто такой индикатор вашего здоровья. И, собственно, все. Вы собираете такие пятнашки шедевра, берете карточку, играете карточки, играете реакции и так по кругу до тех пор, пока или вы не нанесете три урона противнику, или у него не закончатся карты. Ну или то же самое у вас. Вот такие у нас художественные битвы. А художественные плюсы и минусы я расскажу прямо сейчас. Минусы. Из минусов это цена нашего предзаказа. Да, она не маленькая, но она обусловлена тем, что у нас будет не то чтобы делюкс, у нас будет коллекционная версия с дополнительным персонажем, сторитейлером, автором, писателем. Это и увеличенная коробка, где будут помещаться все персонажи игры, даже те, что будут в дополнениях. Это и плейматы, которые будут заменять собой обычное игровое поле из неопрена. Ну, точнее, они будут дополнять его, потому что у вас, по сути, будет два поля на выбор. Также у вас будет в коробке артбук и подписанный арт от самого автора. И тут есть еще такая приятная, забавная ситуация, что из-за вкусного предложения от автора оригинала у нас в России коллекционные издания стоят сопоставимо с делюксом во всем остальном мире. Потому, наверное, грех было не взять коллекционные. Плюсы-минусы. Первый плюс-минус это аниме-стилистика. Кто-то ее любит, кто-то нет. Для кого-то плюс, для кого-то минус. Второй плюс-минус более игровой. Дело в том, что в вашей колоде не такое большое разнообразие карт. В среднем четыре. И вот, с одной стороны, хорошо, потому что вы можете быть уверены, что определенные карты к вам придут, и вы можете рассчитывать на то, что у противника в руке есть определенные карты, и вы можете от этого играть. Но, с другой стороны, в рамках одного персонажа разнообразия не очень много. Плюсы. Первый и самый важный плюс это огромное разнообразие персонажей, которые вообще не похожи друг на друга. У вас есть каллиграф, обмазывающий всех тушью и перемещающий всех на поле. Граффитчик, что бегает по полю и рисует граффити, с которыми потом может взаимодействовать. Есть мальчик-скульптор, который сидит в углу и клепает армию големов. А аниматор вообще играет в открытую, в свою игру на прогнозирование действий, рисуя свои кадры анимации. Есть танцор, есть художник, есть гадалка. Странная творческая профессия. Ну ладно, есть а то мастер. Короче, много разнообразных, не похожих друг на друга персонажей. Интересная идея с шедевром, что поначалу кажется бесконечным перетягиванием каната, но по факту является очень комфортным таймером вашего вознесения, вашего левелапа. Ну, следующий плюс такой авансом, но судя по тому, что мы видим, будет необычный, эффектный продакшн. И следующий плюс является следствием большого количества персонажей, это хорошая реиграбельность. Потому что пока вы изучите одного персонажа, посмотрите его сильные, слабые стороны, узнаете, с кем он хорошо играет, с кем не очень, потом возьмете следующего. И это много-много партий. Далее здорово, что в нашей коллекционной версии будет еще и дополнительный персонаж. Да, стори тейлер. Автор, писатель. Короче, клёво. Следующий плюс очень полезный. Дело в том, что React уже довольно давно есть на тейблтоп-симуляторе. Я играл в эту игру еще почти год назад, в декабре, и тогда рассказывал в итогах месяца свое первое впечатление. Можете посмотреть, сравнить с нынешним. Короче, оно не изменилось. И последний классический плюс. Спасибо большую Бортцеплену за то, что React будет на русском. По итогу React очень нестандартная, красивая и умная настольная дуэльная игра в таком вот творческом сеттинге. Противостояние артистов мне очень нравится и геймплейно, и визуально, и концептуально. Теперь жду для себя персонажа-блогера. А также жду, что вы поставите лайк, подпишитесь на канал, зайдете на ссылочку в описании на Бусти, где вы можете присоединиться к творческой артели настольного сюра, как сделали вот эти прекрасные дамы и господа, за что им огромнейшая благодарность. А на сегодня у меня все. Спасибо за просмотр. Не скучайте, не болейте, играйте сами, играйте с нами и творите. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok